Детали у нашего специального корреспондента Семёна Пегова. Бойцы батальона «Сомали» отразили очередную атаку украинских военных на позиции ополчения в Донецком аэровокзальном комплексе. Отмечу, что прорыв был осуществлен днём приблизительно в 11 утра. Также, по той информации, которую нам рассказал командир подразделения ГИВИ, силами двух танков и порядка 16 человек пехоты пыталась украинская армия прорваться к позициям «Сомали». Их зажали, сейчас они уничтожаются. Они оказываются в противлении. Кто хочет жить, сдался уже. В данный момент сюда ведутся ещё 5 человек. Один, трёхсотый, очень тяжёлый. Мы уже отправили его на больницу в Калинино. Хай его лечит, там ещё что хотят с ними делать. Эта атака была фактически отражена. То есть, как минимум, шестеро украинских бойцов были убиты. Рассказал нам об этом один из участников непосредственно операции по отражению этой атаки. Я выстрелил два раза с РПГ. Потом ещё мой, ещё один РПГшник золотой выстрелил тоже два раза в РПГ с вангары. Мы с очередями автоматными начали заходить в ангар, зачищать всё. Они отходили в следующий ангар. Потом мы выходим, обходим их с двух сторон. То есть, с правой стороны и с левой. Выходим, вот этот промежуток между ангарами, засекаем там четверть людей. Мы кричим им, оружие на пол, руки в гору, ну, все дела. Они не реагируют, наводят на нас стволы. Нам ничего не оставалось. Они уже начали х***ть. Он, извиняюсь за выражение, говорит, вот у меня пуля прошла по капюшону. Ну, мне пришлось всех повалить. Один сдался. Ещё 8 человек были взяты в плен. Сейчас вы видите их на своих экранах. И по рассказам пленных, военнопленных, им задачу изначально поставили забрать раненых ВСУ из аэропорта. То есть, фактически дезинформировали. И уже только когда операция началась, им сообщили, что они идут в наступление. Мы наступали с Водянова. Мы должны были вытащить наших людей с аэропорта. И всё. Просто вытащить, эвакуировать и всё. Две единицы бронетехники ополченцы также подбили пленным, обещали жизнь. Вот у нас тоже была возможность с ними пообщаться и задать вопросы. Действительно, насколько они информированы своим руководством о реальной ситуации в Донецком аэропорту. Что в терминале стоят наши войска. Надо забрать трёхсотых. Мы поехали забрать трёхсотых. Оказалось, что никаких там трёхсотых нет, а нас отправили в нападение. У вас просто командиры обманули? Нас просто они кинули. А вступом они кинули. И всё. Отмечу, что один из офицеров ВСУ взятых в плен принимал участие в первой ротации украинских войск в новом терминале Донецкого аэропорта. Тогда он стоял рядом с командиром киборгов. Куполом, который сжал руку Моторолы. Сейчас, в общем-то, оказался в плену. Отмечу, вы слышите сейчас, что артиллерийские перестрелки здесь, рядом с Донецким аэропортом, не прекращаются фактически ни на минуту. Выстрелы и разрывы с интервалом в несколько секунд здесь – это обычное дело по-прежнему на протяжении уже последней недели. Семён Пегов, Павел Чуприна, LifeNews, Донецк. Продолжение следует...